Дорогие друзья, с вами школа Бовсуновского, Валерий Бовсуновский. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем с вами в шаге 5 углубляться в библиотеку Pandas и на данном этапе нарабатываем опыт библиотеки NumPy. Работаем с массивами. Значит, в данном случае нас интересуют индексы и нарезка массивов. Я и в курсе показывал, допустим, есть массив. Это определенные цифры, кто не знает, что такое массив, в школе изучит. Но нас больше интересует сейчас не массив, а вот если мы возьмем данную карту, нам надо выбрать определенные точки. Видите, здесь она конкретно применима уже в программировании. И эти точки надо научиться выбирать. Так вот, по сути дела, началом понимания к этому идет именно индексы и нарезка. Мы с вами очень детально разобрали код. То есть, когда мы запускаем, мы с вами разбирали, вот допустим, почему эти цифры, эти цифры и почему получалось. То есть, по сути дела, мы с вами разбирали конструкцию старт-стоп-степ. То есть, старт-конец-шаг. Значит, к концу курса, курс состоит из 9 уроков, вы будете уже очень осознанно все это делать. И эту тему важно очень понимать, так как я приготовил также домашнее задание. Обязательно надо вечер посидеть и выполнить домашнее задание. Домашнее задание банально будет простое. После выполнения урока оно находится в группе. Вы его уже почитаете. То есть, надо будет создать массив, излечь, допустим, цифры, определенные цифры, потом поработать со словами, излечь определенные буквы. Эту тему, повторяю, важно понимать, так как работа с массивами, в любом случае нам понадобится постоянно извлекать какие-то данные. Поэтому ни одного малимальского недопонимания не должно быть. Именно поэтому данный курс очень разжевал, чтобы каждый из вас двигался уверенно, быстро, спокойно. Значит, для тех, кто первый раз смотрит видео, сайт spb-tut.ru Python Django, хотя здесь написано школа Python Django, будет выглядеть немножко по-другому для людей, которых не имеют логина и пароля. Но мы здесь работаем, само собой есть пошаговый план по Django. Это бесспорно. Когда вы входите в кабинет, вы сразу попадаете в основной план. Это Django, где все по шагам. Но также есть и другие разделы. Это раздел Python, объектно-ориентированное программирование, углубленное изучение. Также есть раздел машинного обучения, где мы работаем с библиотеками Matplotlib, Pandas, Machine Learning, то есть учимся обрабатывать большие данные, учимся визуализировать данные, учимся при помощи машинного обучения научить сайты принимать решения самостоятельно и так далее, и так далее. И все это, конечно же, перемешивается, то есть показывается и в Django, так как, допустим, в оконных приложениях все это проще. В Django надо немножко в коде понимать представления. Все. Спасибо за доверие и успехов.